Начинаем изучать метод группировки. Метод группировки подразумевает под собой объединение чисел в пары и вынесение общего множителя за скобки. И все сводится к тому, что в итоге мы скобки выносим за скобки. Скобки должны быть одинаковы. Сейчас разберем. Сначала мы должны объединить числа в пары. Но как же мы объединим числа в пары, когда у нас есть влево и есть вправо? Все переносим влево, все в одну часть. Что получится? x в кубе минус x в квадрате плюс 7x минус 7 равно 0. На что обращаем внимание? На то, что при переносе через равно знак меняется. Ну все. Обычно уже числа стоят в той последовательности. То есть они уже как бы сгруппированы в пары. Нужно их только увидеть. Ничего менять не надо. Что выносим в первых двух числах? Какой множитель? Я вижу, что у них общий множитель x. И выносим наименьшую степень x во второй. То есть получается x минус 1 будет в скобке. Что я вижу во второй паре? Я вижу семерку. Давайте вынесу семерку. Что останется от первого числах, а второго числа минус 1 равно 0. Обращаю ваше внимание на скобки. Скобки одинаковые. Одинаковые. Значит мы можем рассматривать это как общий множитель. Это же множитель. Мы же на эти скобки умножаем. Умножаем. Все сходится. И общий множитель мы имеем право выносить за скобки. Давайте вынесем наши скобки за скобки в виде общего множителя. Что останется от первого числа? Если скобку зачеркнуть, останется x в квадрате. А от второго числа плюс 7. Получилось распадающееся уравнение. Приравниваем каждую скобку к нулю. x минус 1 равно 0. И x в квадрат плюс 7 равно 0. Первое решаем. Получается x равно 1. Решаем второе. Вот как многие любят решать. Ну понятно же, что x будет плюс-минус корень из 7. Ну логично ведь? Но не тут-то было. Но не тут-то было. Не торопимся. Сначала переносим. x в квадрат равен минус 7. Вот этот шаг, если вы пропустите, допустите ошибку. Не может быть число в квадрате быть отрицательным. Не может. Поэтому делаем вывод. Корней нет. Корней нет. А значит в ответ запишем только одно число. Ответ будет 1. Первое уравнение решили. На что обратить внимание? На то, что когда у нас числа разбросаны по разным сторонам, мы переносим все в одну часть, выносим только одинаковые скобки. Только одинаковый множитель может быть общим. Не торопимся. Делаем все по порядку. Следующее уравнение. Следующее уравнение вот такое. Решим мы его тоже методом группировки. Метод группировки у нас подразумевает вынесение общего множителя за скобки. Посмотрите, здесь у нас все сгруппировано. Но и даже вы увидели, я думаю, общие скобки. Ведь одинаковые скобки. Но чтобы выносить что-то, общий множитель за скобки, нужно, чтобы все это было в одной части. Поэтому все это переносим влево. При переносе не забываем менять знак. Вот такая картина у нас получится. При переносе меняем знак. Вот такая картина у нас получится. Не забываем равно нулю. И выносим х минус 2 за скобки. Х минус 2 вынесли. Посмотрите, вот здесь у нас х минус 2 второй степени. То есть степени мы вычитаем 1 минус. 2 минус 1 получается первая степень. То есть одну скобку подразумевает свою вынесли, а вторая скобка у нас осталась. То есть мы открываем вот эту большую скобку, которая обозначает, что здесь будет что-то многое написано. Но вот это число х минус 2 мы пишем тоже в скобках, потому что х минус 3 у нас на него умножается. Минус 12. Минус 12 – это то, что осталось от второго числа. Ну что, первую скобку приравниваем к нулю. Получается х минус 2 равно нулю. Можно сразу же решить х равно 2. Что делаем со второй скобкой? Во-первых, мы умножаем. Умножаем правильно. Берем первое число из первой скобки, умножаем на каждый из второй. Затем берем второе число, умножаем на каждой из второй скобки точно так же. Поехали. х квадрат минус 3х минус 2х плюс 6 и не забываем минус 12 равно нулю. Что делаем? Мы приводим подобное. х квадрат у нас один, поэтому так и будет х квадрат. Минус 3 минус 2 будет минус 5х, когда знаки одинаковые мы складываем. А здесь 6 минус 12, знаки разные мы вычитаем, ставим знак большего модуля. 12 минус 6 получается минус 6, равно нулю. Через дискриминант получаем d равно у нас чему? b в квадрате 25 плюс 4 умножить на 6, это 24. Получается дискриминант 49, 25 плюс 24 это 49. И находим наши х. 5 плюс минус 7 деленное на 2. Что у нас получается? 5 плюс 7, 12. 12 делим на 2 это 6, 5 минус 7 это минус 2, минус 2 делим на 2, минус 1. Вот таким легким способом мы с вами решили два уравнения. Итак, в ответ не забываем написать ответ. В ответ запишем все числа. Минус 1, 2 и 6. 21 задание, обязательно пишем ответ. На что обратить внимание? На то, как правильно раскрывать скобки. Какие скобки мы выносим. Обратить внимание на степени. И обратить внимание на то, что мы не торопимся. Не торопимся, чтобы избежать вот таких ситуаций. Я надеюсь все понятно. Делаем домашку. Кто хочет в экспресс-группу. По полнейшей подготовке к УГЭ. Пишем сообщение сообщества. Хочу в экспресс. Продолжение следует.